физкульт привет друзья и ученики просто случайный зритель давайте поговорим сегодня в очередной раз с чего начать свои тренировки с чего начать свой путь бодибилдинге в построении красивого сильного спортивного здорового тела естественно все мы хотим не просто так ходить тренажерный зал а хотим получать помимо удовольствия еще и результат на самом деле друзья проще всего конечно же купить мою книгу есть отдельно для парней отдельно для девчонок по ступеням все разложено и это сейчас не реклама почему потому что все это есть в открытом доступе все ступени все тренировки для парней для девчонок есть в открытом доступе но в книгах информация собрана укомплект това на есть некоторые эксклюзивные моменты ну и вообще это большой как бы труд не только мой но и издателя и лично я бы рекомендовал все-таки приобретать книгу потому что многие жалуются что им тяжело искать информацию на сайте но повторяю на сайте есть все абсолютно бесплатно и сейчас я поговорю конкретно про парней потому что девчонки более грамотно что ли более скрупулезно ко всему подходят у них больше аж меньше ошибок нежели у парней у которых огонь и тестостерон в заднице горит и поэтому хочется прыгать на коня и вперед на танки вот как раз таки этого друзья вам и следует избегать что нужно знать любой из моих зрителей учеников скажет что самое главное на начальном этапе тренинга это построение силового фундамента силовой базы в таких четырех упражнениях которые по сути могут заменять все остальные упражнения и должны это делать это приседания и становая тяга и подтягивания отжимания от грузии эти упражнения делятся на два дня и выполняется в один день присед и брусья другой день выполняются становые тяги и подтягивания вы таким образом прокачиваете тренируете абсолютно все мышечные группы которые есть у вас в теле кто-то скажет а как же бицепс и трицепс друзья подтягивания были остаются и будут лучшим упражнением на бицепсы а отжимание от грузов это лучшее упражнение на грудные мышцы и на трицепс я знаю многие люди критикуют методики где нет упражнений на бицепс трицепс но моей методики если посмотреть есть эти упражнения и они как раз таки вот заключены в подтягивания и в отжимании от грузии большинство что там говорить абсолютно все парни исключают такие упражнения тяжелые как грузия подтягивания и прыгают на всеми любимый жим лежа и дрочат свои бицепсы концентрированными сгибаниями на бицепс с гантелькой в 5 килограмм друзья реально от мастурбации больше пользы по крайней мере удовольствия больше если вы не умеете подтягиваться 5 по 10 то нет смысла переходить на какие-либо отдельные упражнения на бицепс если вы не можете отжиматься от грузии 5 подходов по 15-20 раз друзья вы вообще не должны думать о жиме лежа вообще а говорить о целенаправленной прокачки трицепса тоже нет смысла почему это все очень легко объяснимо во первых если вы будете целиком и полностью уделять внимание таким мелким мышечным группам отдельно прокачивая отдельные упражнения на начальном этапе вы будете только сбивать весь свой организм в плане роста сил а сила нам необходима для чего для того чтобы построить этот весь силовой фундамент и большинство тренеров заблуждается потому что тренажеры не строят не укрепляют сухожилия и связки только работа с собственным весом и работа собственным весом на турнике и грузиях крепляет целиком и полностью ваши сухожилия и связки плюс силовая работа со штангой когда вам говорят такую чушь что вам нужно начать работать в тренажерах для того чтобы окрепнуть а потом переходить на приседания и становые тяги человек говорящие это просто ноль вообще физиологии вообще в чем угодно никогда к такому инструктору не идите он не научит вас ничему здоровому почему объясняю потому что когда вы изолирована а тренажеры кто не знает придуманы в первую очередь для реабилитации для здорового человека тренажеры не нужны я знаю лифт тренажеров которые только приседают тянут и выглядят лучше чем ноги и качки чем мы с вами все это говорю очень легко объясняется когда вы работаете изолирована тренажере неважно упражнение изолированным вы нарушаете связи нейроны у нас 100 миллиардов по моему нейронов в мозгу кто не знает это клетки мозга а а эти 100 миллиардов нейронов между собой образуют еще невообразимое число реально невообразимые связи между собой но когда вы работаете изолирована какая получается связка получается связка мозг мышца нарабатывается изолированное движение и когда вы потом якобы укрепив свое тело а на самом деле сделав себе только медвежью услугу будете приходить к приседаниям после сгибания и разгибания тело вообще не сможет согласованно работать и именно поэтому объясняется простой обычный пример сейчас силовая работа есть в любом виде спорта в nba в nhl в бейсболе в американском футболе я уж не говорю все работают и имеют определенные силовые нормативы почему ответьте мне никто не имеет никаких силовых нормативов сгибаниях на бицепс в тренажерах задайтесь этим вопросом задайте этот вопрос своему тренеру самому себе и вы сами логически придете потому что это все чушь только функциональность а вы многие говорите по функциональности вашего организма тренировках на функциональность так вот друзья функциональность как раз таки базовые базовые упражнения я со штангой и с гантелями которые учат ваш организм мозг мышцы а если вы не знаете мышцы тоже дают сигнал обратно мозгу работать согласованно когда вы наработаете силовую базу вы увидите как будет вас переть бодибилдинге когда вы сдадите определенные нормативы силовые которые есть в открытом доступе у меня и в статьях и видеороликах найдите их легко посмотрите все-все бодибилдеры самые большие самые мощные это в первую очередь сильные ребята сильные и начинавшие свой путь с пауэрлифтинга кто-то с тяжелой атлетики посмотрите на Арнольда и на его друга Франка Коломбо ребята да и все бодибилдеры тех времен и выглядели лучше на мой взгляд без огромных животов и многие умудрялись выступать в соревнованиях по пауэрлифтингу будучи выступающими спортсменами бодибилдерами даже по стронгмену насколько я знаю Франка Коломбо выступал и по стронгмену ломал ногу даже там себе друзья фундамент и залог успеха в бодибилдинге это начинать с силовых тренировок поверьте даже а ни в коем случае на начальном этапе нельзя принимать стероиды без фармакологии вы обгоните всех тех ребят которые будут начинать свой путь в бодибилдинге именно с бодибилдинга с тренажеров с мастурбацией бицепсов с жима лежа начните с приседов начните с тяг подтягиваний и отжиманий от бусев вы не представляете насколько это мощно научит ваше тело целиком и полностью я сейчас говорю о всех системах о центральной нервной системе о эндокринной системе говорим о костно связочном аппарате про мышцы я уже не говорю ваши мышцы будут готовы к тяжелой работе ваши связки и сухожилия кто не знает это разные вещи посмотрите будут подготовлены к серьезным силовым нагрузкам если же вы начнете свой путь с мастурбации в тренажерах друзья ничего вы не добьетесь вообще ничего кроме разочарования почему так много сейчас людей разочарованных в тренировках да потому что тренироваться никто не умеет потому что они тренируются а приходят и отдыхают в тренажерах начните пахать начните с серьезной работы посмотрите от приседавшей и отожимавшись на брусьях у вас уже все силы уйдут на этом о каких тренировках можно говорить за пределами этих двух упражнений вот еще вам пример почему многие люди не понимают как можно тренироваться 50 минут ну конечно мы говорим о силовой работе 50 минут это ваша база конечно если вы дрочитесь в тренажерах я могу тренироваться и целый день серьезно это не работа придет время когда вы будете тренироваться в тренажерах придет время когда нужно будет переходить на тренировки не только направленные на силу и это касается и девчонок девчонки не нужно распылять свою энергию на кучу этих бесполезных махов не нужно в тренажерах лучше приседайте тяните подтягивайтесь отжимайтесь ходите выпадами делайте румынские тяги русские наклоны ограниченное количество упражнений в которых вы сможете постоянно постоянно прогрессировать в плане роста силы настолько изменит ваше тело при грамотном питании что вы будете в шоке вы тренируетесь с вашими тренерами которые гоняют вас по тренажерам годами не получая никакого результата и потом мы все плачемся что фитнес это все херня что без анаболических стероидов без гормонов не работает работает и работает очень прекрасно но нужно тренироваться а не заниматься херней не нужно слушать эти бредни мифы когда вам говорят что вы все индивидуальны вам необходимо каждому своя программа это чушь друзья какие мы индивидуальности медицина давно доказала что все мы одинаковы в плане биохимии анатомии физиологии просто давайте я вот прям ищу какого-нибудь блогера или оппонента с кем можно будет в прямом эфире обсудить вопросы где и кому и как нужно строить индивидуальную тренировку давайте объясните мне ведь это вся чушь уже давно даже в америке опровержен эктоморф эндоморф мезоморф да какая разница какая разница девчонки какому типу фигуры вы принадлежите вы думаете что одному типу фигуры подходят приседания а другому не подходят что на одно на один тип фигуры они будут работать на другой нет нет если вы работаете в грамотной технике тогда это работает на всех если вы не доседаете даже до середины то потом не удивляйтесь почему у вас растут квадрицепсы а бицепс бедра и ягодицы вообще не работают все в технике нету никакого индивидуализма если индивидуализм и есть и с чем я согласен то это только в подборе питания и здесь как раз таки ваш тип фигуры имеет значение для девчонок и для парней тоже ну ребята простой силовой тренинг без кардио работы кардио если делать только интервальное вы знаете а классическое кардио нам нужно только чтобы размяться подготовить организм к работе а также для того чтобы после этой тяжелой физической работы вернуть организм в до тренировочное состояние а именно подготовить сердечно-сосудистую систему если вы спросите вашего тренера для чего вообще нужна заминка да большинство даже не может понять почему и объяснить вам это все очень просто когда вы тренируетесь отток крови от сердца увеличивается мощность сердца увеличивается и если резко все оборвать без заминки то кровь обратно к сердцу идет с трудом из-за этого могут возникнуть проблемы со здоровьем а нам с вами этого не нужно все очень легко и просто объясняется когда ты понимаешь что и как работает не усложняйте свою жизнь я уже не раз говорил вот вам простой пример когда спрашивают сколько подходов делать друзья если вы сомневаетесь если вы новичок то логически будет начать делать с одного рабочего подхода естественно разминка предшествует этому почему с одного вот представьте если вы начнете работать с четырех подходов и почувствуете рабочих подходов что на вас это не действует да и в какую сторону вам двигаться перерабатываете вы или не дорабатываете объясните мне то есть вам нужно либо выполнять три повторения либо наоборот выполнять пять повторений зачем усложнять себе жизнь зачем раздваиваться разрывать задницу зачем друзья и думать ломать голову в какую сторону двигаться когда всегда очень логически грамотно будет начать с одного рабочего подхода когда вы почувствуете что прогресс остановился добавите еще один подход потом еще один и тогда у вас есть только один путь правильно по которому двигаться и вот подходите так ко всему в своих тренировках в своем питании вообще ко всему в жизни упрощайте идите от простого к сложному если это нужно но чаще всего мы перерабатываем почему ответьте на этот вопрос каждый сами ну ладно друзья немножечко эмоционально получилось сегодня но просто меня уже начинают немножечко раздражать люди которые учат чему-то других людей которые сами вообще ни хрена не понимающие но берут на себя ответственность смелость тренировать других людей нет ничего более серьезного чем тренировать других людей друзья поэтому вы должны четко понимать что вы делаете ведь большинству нужно здоровье в первую очередь а не мышцы или что-то еще и вы должны как инструктор обязаны просто предоставить это сохранить улучшить здоровье человека а не угробить его чтобы чему-то научить нужно хотя бы в чем-то самостоятельно разбираться согласны ну ладно друзья спасибо что смотрели надеюсь я вас сильно не загрузил всем позитива увидимся как всегда в тренажерном зале вот такие вкусняхи новые взял попробовать себе от пяти процентов рич пиано чего здесь только нет и защита суставов и стимуляция выброса гормона роста напиток перед сном и различные формулы которых еще не знаю естественно бциашки различные реалфуд это я чередуя с бананом ем после тренировки сразу защита печени органов менталити но это я буду употреблять использовать перед хоккейными матчами для концентрации и вот давно мечтал попробовать яичный протеин кристаллизованный чистейший вообще отличная штука один из лучших источников белка вообще в принципе такие вот штуки много видите не знаю насколько мне хватит самому интересно потом как-нибудь расскажу вам почему я взял речпиановская и как грамотно вообще сочетать какие продукты с чем что можно пить что нельзя это не знаю как это не знаю Продолжение следует...